Девушки отдыхают 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 Последний матч с медиками 2-1 Долгожданная победа для Казанского федерального университета Прокомментируйте Данная победа Да, я соглашусь здесь долгожданная Но в первую очередь Еще и скажу Очень сложная была для нас Так как на данном этапе Команда не находится В оптимальной форме Есть ряд трудностей С которыми наша команда столкнулась Но Единственное, что хотел поблагодарить ребят То, что все-таки смогли собраться Смогли выиграть Этот матч очень сложный был Надеюсь, что В заключительном матче чемпионата Наши ребята соберутся И покажут ту игру, которую Показали осенью Остается всего один матч Против архивектурно-строительного университета На него какие планы? Планы у нас одни Выходить и побеждать Тем более от этого матча Зависит Турнирное положение Останемся мы на пятом месте Или поднимемся на четвертое А у Энерго матча больше не будет? Команда Энерго университета В турнир таблицы Еще должна сыграть С командой КХТИ Но в связи с тем, что Команда КХТИ И команда КАИ Борются за второе место Я думаю, что для Энерго университета Этот матч не станет легким И той и другой команде нужны очки Мы, в свою очередь, играем с аутсайдером чемпионата Но в любом случае на это не нужно обращать внимание Нужно уходить и побеждать Но в любом случае Борьба за четвертое место Сейчас идет между Энергетиками И между Казанским федеральным университетом Потому что по таблице Если Энергетики выигрывают Свой матч у них всего 17 Очков это не хватает для третьего места Потому что у КАИ сейчас уже 18 Да, все верно Но у КАИ еще и играет в запасе Хорошо А этот сезон По сравнению с прошлым сезоном Как оцениваете? Ну, если смотреть на турнирное положение Концовка сезона выдалась не совсем удачная Есть ряд причин Одна из них Из которых, к сожалению, нашей команде В этом году не пошли на встречу В связи с участием во всероссийском финале Но в любом случае Те ребята, которые остались в Казани Должны были выходить Но еще расскажу Ряд турниров в апреле месяце К сожалению Получили в команде Очень большой минус Ряд игроков были травмированы И ребята не смогли собраться В оптимальной форме Надеемся В следующем сезоне Будет по-другому Будем передавать на более высокие места Тем более Насколько мы знаем В следующем сезоне Должен поменяться регламент Формат турнира Для болельщиков Это должен быть очень интересно Для нашей команды Будем подстраиваться Под новый формат На этом с футболом Предлагаю закончить И перейти К более локальным новостям А именно К спартакиаде Студентов и аспирантов Казанского федерального университета В это воскресенье У нас прошел последний вид Это эстафета Прокомментируйте Как там все было Ну Эстафета В данном формате У нас проводится Уже третий раз Формат новый В отличие от Ранее проводимой Апрельской эстафеты Да Мы вынуждены проводить Именно на стадионе Но В любом случае К данному виду спорта Есть большой интерес Команды Готовятся усердно И показывают Очень интересную борьбу В связи с тем Что ряд институтов У нас Находится В одинаковые Примерно В форме Положения Поэтому Мы увидели Яркую и интересную борьбу До последнего Не могли сказать Кто все-таки выиграет Ну Да Здесь у нас есть Несколько претендентов Два из них В принципе Оправдали ожидания Но Есть команды Институты Которые Удивили Нас Как организаторов Так и болельщиков Но Если посмотреть Турнирное положение В комплексном зачете Команды Елабушку института Они поднялись На третье место Отодвинув Позади себя Оставив Институт физики Юридический факультет Поэтому Елабушке институт В принципе Здесь можно отметить Как с положительной стороны Челны То что в этом году Забрали себе Две награды В этом Забеге В этом Мероприятии Как это Оцениваете Но Здесь Не только Челны Хотел бы отметить Если рассматривать Набережные Челнынский институт Они подтвердили Что они На данный момент Сильнейшие В мужской эстафете Они второй год подряд Выигрывают И в комплексном зачете По негласной договоренности Мы с институтом договорились Если команда В любом виде спорта Выигрывает кубок Три года подряд Мы этот кубок Оставляем навечно В этом году Можно отметить Первый наш подразделение Это институт управления Экономикой и финансов Который На протяжении Несколько лет Выигрывает Женскую эстафету У них уже Три года подряд Кубок остается Поэтому данный кубок Оставляем Навсегда В следующем году Уже в женской эстафете Будет у нас Новый кубок А это останется На вечное хранение В институте И говоря кстати О общем Командном зачете Спартакиада У нас подошла к концу Теперь давайте взглянем На таблицы Групп Спартакиада Студентов Аспирантов Казанского федерального университета Начнем с большой группы Первое место Институт управления Экономики и финансов У них в активе 165 очков На втором месте Юридический факультет У них 160 очков На третьем Набережный Челнинский Институт КФУ У них 154 Остальные результаты Большой группы Вы видите у себя на экране В малой группе Институт физики Первый У них 147 очков Второй Институт геологии Нефтегазовых технологий У них 122 очка Третий Институт математики И механики Имени Лобачевского У них 100 очков С половиной Стальные результаты До окончания У них уже было понятно С первым местом В связи с этим Они поднялись На второе место Ну и в некотором плане Наверное не повезло Набережный Челнинскому Институту Так как идет У них немного Провал получился В игровых видах Но в любом случае Команда Института Очень серьезная Очень сильный Соперник для остальных Я думаю На следующий год У них Немножко Улучшатся результаты И покажут Высшие результаты Если рассмотреть Малую группу Здесь радует Также Институт геологии Нефтегазовых технологий Ну и В который год подряд У нас Или в призерах Находится Или Рядом с призовыми местами Это Институт математики И механики Довольно-таки Дружная команда Дружный коллектив Небольшой институт Ну И поэтому Я думаю Они показывают Неплохой результат В этом году Попали даже Еще раз Повторюсь Опять же Призеры Вопрос По институту Социально-философских наук И массовых коммуникаций Раньше это была Крепкая команда Сейчас она замыкает Турнирную таблицу В большой группе Девятое место Из девяти возможных Что с этими ребятами Случилось По вашему взгляду Ну На мой взгляд Можно немножко Поработать С ребятами В принципе Есть перспективы Да Наверное На призовую тройку Претендовать им тяжело Но Есть виды Где можно Потянуться И закрепиться В середине Турнирной таблицы В большой группе Так Алексей Николаевич Ливанов Начальник отдела Организации физкультурно-массовой Спортивной работы Казанского федерального университета Был у меня сегодня в студии Алексей Николаевич Большое спасибо За такой большой Диалог За такое интересное интервью Спасибо вам Роман За приглашение Надеемся Что у наших сборных Все получится В конце сезона Вам удачи Спасибо Ну и на этом все Вот такая у нас Выдутся неделя спорта Что будет дальше Посмотрим Меня зовут Роман Полинсков Вы смотрели программу Неделя спорта Еще увидимся До скорых встреч